Приветствую вас, очень сильный психолог, который излечит душевную боль от разошарования в любви и поможет избавиться от боли, навязанной со словом, от боли, связанной со словом любовь и отчаянием и неверием в отношениях. В течение 23 года привлечь мужа и удачно выйти замуж. Эксперт выбрал по ответам на тему, как эффективно убрать блоки на отношения с мужчинами, но не веря в то, что меня могут любить мужчины, что на меня посмотришь, как на жену. Ну, смотрите, здесь, конечно, целый ряд довольно таких серьёзных комментариев будет. Во-первых, разочарование в любви. На мой взгляд, вот боль от разочарования – это в первую очередь непроживание вот этого разочарования, то есть непроживание – это боль и невербализация её в полной мере. Второе – это, пожалуй, борьба с реальностью относительно любви. Вот. То есть для вас любовь – это что-то одно, вот как бы вы отказываетесь принимать то, как любовь на самом деле выглядит. Вот. Дальше, значит, вы пишете «избавиться от боли, связанной со словом любовь». На мой взгляд, здесь вот про любовь ли? То есть как вообще вы понимаете любовь? Мне показалось, что любовь вы понимаете в смысле того, чтобы привлечь мужа и удачно выйти замуж. Но это не про любовь. Это про расчёт. Любовь – это больше про отдач, это больше про желание делать человека счастливым. Вот что такое любовь. Другого. А для этого нужно уметь делать счастливее себя. Любовь – это про безусловное принятие другого человека. Для этого нужно безусловно принимать себя. У вас, судя по всему, этого нет и отсюда проблемы с любовью. Дальше. Отчаянием и неверием в отношениях. Это здесь, на мой взгляд, когнитивная ошибка, потому что что такое отношения – непонятно. Есть конкретное взаимодействие, значит, с человеком. Конкретным человеком. И большая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что у вас цель привлечь мужа и удачно выйти замуж. Так вы себя искусственно ограничиваете. Так вы помещаете себя в рамках семейных отношений. Где функция человека только и ограничивается этой самой семейной ролью, ролью жены и ролью мужа. Мне кажется, что любой человек достоин того, чтобы быть многогранным, а значит, роль жены и роль мужа – это одна из ролей. Но базироваться отношениям нужно не на этом, не на мужа и жене, а на взаимодействии личности, на взаимодействии интересов, на взаимодействии общих впечатлений, которые не предполагают обязательного выхода замуж и обязательного привлечения мужа. Вместе с тем, конечно, имеет смысл работать над моделью женского поведения параллельно. Чтобы она у вас была, чтобы этим вы привлекали мужчин. Но, повторюсь, не делать из этого главное центральное основание для отношений. Следующий момент. Блок на отношения с мужчинами. Что такое блок? Блок – это страх, это проблематика личных границ, это, возможно, идущий из детства какой-то запрет на отношения с мужчинами. Ну, там, близкие отношения с мужчинами. Это, идущий, опять же, из детства запрет родителей на создание семьи. То есть, негативное отношение к семейным, ну, к такой вот паре муж и жена, скажем так. И то, что вы описываете, это действительно не очень-то позитивная история. Потому что от вашего сообщения очень сильно веет именно несвободный. Вот. Понимаете, какая штука. Дальше. Вы пишите на то, что меня могут любить мужчины, если на меня посмотрят как на жену. Вот это большая проблема. Если мужчина смотрит на свою женщину как на жену, это большая проблема. Потому что это и ее, и его очень сильно ограничивают. Вы говорите на то, что меня могут любить мужчины. То есть, вам хочется любви мужчин. Почему? Потому что вы чувствуете себя неполноценным. Неполноценность не компенсируется любовью мужчин. Да, здесь я сделаю упоминание о том, что любовь мужчины, любовь мужчин, никак не связана с привлечением мужа и удачной, и возможности удачи удачи удачи. Это разные вещи. Так вот, значит, вы не верите в то, что вас могут любить мужчины все. Вам нужно просто доказать, что вас могут любить мужчины. Это тупиковая ветвь. Вам необходимо личностно развиваться. Вам необходимо развивать сферу своих интересов. Вам необходимо как можно большее количество грани своей личности раскрывать. И любить вас будет именно это. Понимаете? Да, модель женского поведения, подходящая вам необходима. Но фундамент, основа, мне кажется, вот такой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.